вы получите новую профессию профессия и онлайн а точнее тренд 19 года это онлайн сопровождение все это самая модная тема сейчас людям не нужен больше фитнес-слуг им нужен специалист когда как личный менеджер какой-то менеджер образа жизни то что фитнес мы с вами знаем это образ жизни американский образ жизни вот так чтобы вы понимали и сейчас все-таки мы говорил что фитнес действительно какая пригодность к чему-то 60 процентов людей на планете умирают а сердечно-сосудистых заболеваний а эта болезнь да равно ожирение то есть вы должны быть клиента сделать здоровую личность физического психического и социального здоровья то есть да вы видите как мы расширили горизонты фитнеса и теперь мы можем сказать что фитнес поглотил физическую культуру вот я бы хотел начать что вы закончите курс и должны как-то научиться разбираться в научных работах потому что откуда тренеру брать информацию как не в лице ученый фитнес на лице очень фитнес вы закончите что дальше делать ничего читать да и мы хотим вам сказать что ну наверное книги книги мы вам читать не рекомендуем вот я сейчас так заявляю то есть для фундаментального познания до до фундамента хорошо но чтобы узнать что-то новое и работать с этим до книг недостаточно поэтому я бы хотел начать вот немножечко с таких вещей как герменевтика научных доказательств как проверить что я правда говорю утюг да правильно старыми утюг не поставить сюда да не наши методы поэтому я бы хотел вас научить как разбираться в этом как фильтровать потому что когда-нибудь будет преподаватель такой как я может быть другой скажет вы просто где вы взяли откуда вообще взять ваше мнение вот и поэтому тут хоть такое у нас понятие как посмотрите доказательная доказательная медицина что это такое слышали такое понятие да эта медицина основанная на доказательствах подход медицинской практике при которой решение о применении профилактических диагностических и лечебных предприятий принимают исходя из имеющихся доказательств и когда мы говорим про доказательств мы говорим только про эрка и это рандомизированное контролируемое исследование что же такое вот представьте я хочу исследовать какой препарат фитнесе например что у нас модное давайте элькарнитин правильно все пи все пьют алькарнитин все любите на уже но ксюша вам до рассказал ладно я душе вам все ничего расскажу да 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 и все вам еще раз расскажу это вот поэтому давайте начнем с того что рандомизированные контролируемое исследование это когда я например как исследователь провожу научные исследования и мне нужно определить работает ли добавка или все-таки она не работает что мне нужно сделать мне нужно две группы правильно две группы основная и контрольная основная например до половина будет пить элькарнитин а контрольная будет пить водичку но думать будут что что они пьют элькарнитин вот а третье еще хорошо вторая будет до контрольная контрольная вообще ничего не будет пить любую добавку возьмем bc там креатин дала ним все что полезно за что там в фитнесе просто стоит на прилавке все имеет хатамский эффект когда мы заходим например на подмет то мы всегда встретим такое понятие как мета анализ или систематический review то есть это является верхушкой пирамиды научного доказательства то есть если исследование не рк и да она будет на мышках проведенного или какой-то там бодибилдер сказал что у него бицепс вырос от этой добавки то мы видим что он самом низу вот здесь вот сам внизу сам внизу это здесь youtube какой-нибудь правильно любой бодибилдер который стримы записывает он находится в самом низу он ни разу в жизни не провел ни одного контролируемого исследования поэтому эту информацию тренер не имеет права читать воспринимать и вообще и пользоваться как-то мы можем только исходя вот из этой парадигмы мышления понимаете о чем вы если вы едите ты 3000 калорий а у вас 2 до хоть вы клетчаткой питается вы все равно будете но кричат она никакая она 0 клетчатка просто не усваивается потому что она и так она интактно к ферментам жкт какая разница гречка рис бурый рис 80 процентов крахмала просто действительно ваша клетчатка может как-то там повлиять хотя сейчас я могу сказать что критикуют очень сильный гликемический индекс и если вы сейчас начнете искать в интернете вы увидите что в разных источниках здесь рис 50 а вот там 120 разный почему но потому что на гликемический индекс влияет огромное количество показателей раса цвет кожи процент жира возраст и тому там много много подобных среда окружающие да вот это прям жить калекемический индекс не очень правильно появляется чувство вины и начинается вот эти вот самоистязания ничего не ем до арбузный диет гречневые диеты кефирные диеты отрубевые диеты там все что угодно но потом до через две недели когда эта диета закончилась по сроку то начинается до что жертва страшно начинается но все это возвращается еще хуже это похудеть то можно по-разному правильно можно похудеть вот пульт я положил а похудел можно в туалет сходить правильно мышцы могут дойти вода вот то есть но они придумают то что за счет чего они на весах худеют непонятно а начинается саркопении мышцы теряются вы понимаете что набрать жир намного проще накачать мышцы мышцы медленно растут жир быстро кислотный желудка может упасть ниже 2 page такая кислота может спокойно расщепить лезвие понимаете ли чё такая кислотность высокая плюс от этой от силы кислоты во многом зависит работа ферментов их основных три фермента это у нас амилазы которые попадаются слюной протеазы которые щепляют белки и липазы которые щепляют жиры и вот как раз протеазы это неактивная форма ферментов как появляется только кислота они активируются превращаются в пепсины и начинают ощуплять белки что такое да пробиотики вот вопрос сколько существует групп крови 4 они 8 миллиардов на не 8 миллиардов на групп крови но это индивидуально очень до каждый групп крови индивидуально если вам волью чужую кровь то вы скорее всего будете год мучиться ходить умирать пока вы от нее не избавитесь переливает кровь в одном случае когда чтобы спасти вас от смерти поэтому многие свою кровь морозе что потом ее привезли вам влили вы себя хорошо чувствовали с чужую валют но все это будет очень плохо со здоровьем уже там чужеродный организм все 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 индивидуально и по скорее всего и вот эту микрофлора кишечник она тоже очень индивидуально и поэтому ученые пока говорят и доказательная медицина рано говорить и бежать быстрее за пробиотиками и закидывать там что что-то похудеть или там иммунитет все повысить ну рано перед тем как вы дадите какую систему питания какую-то добавку или систему тренировок вы подумайте что вы скажете прокурору если что случится клиентам а случается очень часто с клиентом к беда нервная система нервная система желудочно-кишечного тракта давайте вспомним что нервная система у нас классифицируется по анатомическому и топографическому принципу это у нас центральная система правильно головной мозг спиной мозг периферической нервной системы что это ответвление нервных окончаний к органам и тканям и дальше делятся по функциональному принципу делиться у нас она на соматическую нервную систему и вегетативную соматическая clinically систем она занимается всем иннервирует тело живет движения от верует мускулатуру скелетную кабель нервная система управляет внутренними органами в том числе и желудочный кишечный трактам зачем нужно знать тренеру что объектативная нервная система имеет две подсистемы это парасимпатическую нервную систему и симпатика адреналовая чем это нужно знать тренеру вот придет к вам гипертоник на тренировку вы как вы тренировать будете вы отправите к врачу а я бы его взял тренировать и мы знаем что если клиент если клиенту позже возбуждаем симпатика адреналовую систему появляется адреналин норадреналин в крови и у него происходит сужение сосудов давление повышается а если пара симпатическую нервную систему то наоборот функция накопительная она успокаивает и расширяются сосуды а вот что у нас в нашем организме расширяет сосуды углекислый газ такой дальше вопрос а что в нашем организме вырабатывает углекислый газ митохондрии соответственно какую нужно дать нагрузку аэробную а вот гормонов которые отвечают за чувство насыщения у нас намного больше тут представлен лептин инсулин еще исходится стыки нин да еще еще огромное количество гормонов что интересно что один гормон только карман голда остальные насыщения почему такой противовес сильный и что интересно посмотрите два основные гормоны которые отвечают за насыщение лептин инсулин клиенты которые имеют процент жира слегка за 30 у них в крови вот эти два гормона повышены там в 10 раз кого-то в 15 раз но они постоянно хотят сидеть что происходит происходит резистентность но 6 резистентность к этим гормонам то есть клетки перестают реагировать на эти гормоны они всегда повышены и мозг и мышцы все горят мы больше эти гормонов не видят клиент ходишь постоянно есть идут на помощь приходит психология все уже надо работать как психолог могут не прийти на тренировку а могут не поесть брокколи поэтому нужно контролировать давайте вот вам пришел клиент 30 процентов жира вы его потренировали и даете ему лица ну быца у нее повышается инсулин все вопрос зачем если вы хотите мышцы качать пожалуйста хотя сейчас уже вот говорят что разница между курицей и бацанет мертвый мертвый вот так вопросы по желудок кишечному тракту вопрос по желудок кишечному так все понятно так тогда давайте пять минут перерыв ребята доброе утро значит сегодня большая тема которую попытаемся раскрыть вот такими тремя блоками мой блок такой немножко фундаментальный из которого мы должны понять что такое же разжигание вообще как процесс так широкими мазками и какую роль в этом процессе играет вот этот вот педагогический инструмент под названием пульсовой зоны потому что много надежд на этот инструмент возлагается много мифов с ним связано ну и соответственно даже куча гаджетов тоже уже существует которые призваны считать это все по первой проблеме расчетная чсс все вы прекрасно знаете что сама по себе чсс частота сердечных сокращений является хорошим доступным индикатором интенсивности физической нагрузки то есть тренеру своей педагогической практике нужно очень обратная связь чтобы понять вот наша любимая фитнес-клиентка марь ивановна она получает нагрузку от того что мы и планируем получает ли достаточно или избыточно и так далее и короче говоря тренерский штаб находится в постоянном поиске каких-то педагогических маркеров чтобы на что-то ориентироваться и чсс один из самых одной один из самых популярных маркеров но надо здесь отметить маркеров показывающих интенсивность именно аэробные нагрузки это очень важно для тренера потому что интенсивность анаэробные нагрузки вот так вот в лоб не отходя от кассы чсс не видит и это важно понимать потому что например когда мы хотим понять насколько тяжело мне жать лежа на раз чсс ни в коем случае это не скажет но у нас много коллег существует которые в тренажерном зале пытаются получить какую-то хорошую доступную достоверную для себя информацию по чсс это не нужно то есть это маркер интенсивности аэробные нагрузки ну и дальше люди говорят а мы можем как-то косвенно по каким-то признакам предсказать максимальную чсс можем и люди в долгосрочной перспективе заметили один феномен что с возрастом с возрастом способность достигать максимальных значений все меньше и меньше 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 и редко можно было заметить у молодежи чсс выше 220 и отсюда рождается эмпирическая закономерность что есть верхний потолочек а с возрастом уменьшается 220 минус возраст рождается эмпирическая закономерность но если вы посмотрите сырые данные из тех исследований которые были в основе разработки этой формулы вот у а стран до известного физиолога шведского 52 год вы обратите внимание как чсс максимальная при беге или при велике скорее всего была связана с возрастом мы видим что это серьезная очень облако разброса чтобы вы понимали когда вам polar супер дорогой просит забить 220 минус возраст вы должны понимать что там вот такого примерно плана ошибка то есть ругаться о том что мой polar правильно считает а твой неправильно это пустой труд потому что сама по себе формула содержит неприемлемую огромную ошибку в расчете аэробно анаэробный переход или транзитная зона или зона смешанного энергообеспечения это понятно с точки зрения ощущений можно сказать следующее ощущение есть но они терпимы еще эта зона называется зона компенсированного утомления обычно мы вот в лицее говорим что эта зона которая показана для тренировки фитнес клинии клиентов что дает эта зона с гарантией вы получаете тренировочный эффект такой как улучшение самочувствия повышение работоспособности выносливости расход калорий и все кайфы которые связаны с тем что человек был зале пропотел продышался по получил вот это вот внутренние наркотики да вот эндорфины и так далее все кайф все что связано с физкультурой но в то же время никаких сильных рисков здесь нет это понятно но по обратите внимание если здесь пульс был 135 то здесь 150 это было понятно из физиологии мышечной деятельности но те специалисты которые игнорируют законы физиологии они начинают за денежку некорректно мерить пульсовые зоны спортсменам потому что они не учитывают что чтобы педаль продавить ногу то надо ее обратно поднять обратно кто ее будет поднимать мышцы сгибающие бедра если они делали 30 движений в минуту а сейчас вы говорите давай-ка 60 подъемов как это отразится на потребление кислорода конечно вырастет чсс заберет конечно заберет но на работу других мышц можешь никак не сказаться но здесь то вы уже получили плюс 15 ударов вы скажете о залез в аэробную зону и это ошибка никуда ты не залез ты просто стал чаще аэробными волокнами молотить все и это надо знать поэтому пульс справедлив здесь для чего только для той частоты на которой он был получен это важно учитывать и часто называют выносливость общей или спица и специальный это вы должны знать это педагогические термин термины которые с точки зрения физиологии мало чего означают и общая выносливость она характеризуется широким переносом что значит широким переносом это значит что мне одинаково комфортно и плыть и бежать и крутить такого не бывает природе всегда где-то что-то комфортно и нам говорят о специальная выносливость но даже если не говорить вот этих ощущениях а просто взять mpk как максимальное потребление кислорода как эквивалент аэробной системы энергообеспечения мы взяли 10 кроссфитеров и поводили 5 мальчиков 5 девочек поводили их по разным тренажерам и попросили их поработать до отказа и мы видим если взять за сто процентов сто процентов по потреблению кислорода велоэргометр то работа на ручном эргометре такая линейка кстати в тех техно джиме есть если взять работу на беговой дорожке и взять работу на грибном концепт 2 то потребление кислорода максимально будет отличаться и отличаться прилично посмотрите до 30 до 35 процентов у мальчиков а по mpk вам пытаются определить ваш фитнес уровень вы должны сказать вы пытаетесь определить мой фитнес-уровень в каком упражнении потому что есть такие упражнения где у меня будет очень высокий фитнесу я а есть такие упражнения день и очень чуть зависит от специализации от зависит очень просто нельзя на велике или на дорожке определить фитнес уровень всех шлангисты там получат двойку но когда в штангисту дадите гриф от штанги он будет поднимать его до вечера а все бегуны и велосипедисты схватятся за спину и скажет меня забил спина будет ну ты чё вообще что не трянулась никогда ну как же так я у меня же выносливать лучше всех а ответ простого выносливать всегда специфично ты не готов к тому что-то не делал и это лишний раз подтверждает что что сколько существует упражнение столько существует максимальных потребления кислорода все никакого максимального потребления кислорода в природе нету это лишь моментальная характеристика в том упражнении где ров какие какие мышцы работают при прочих равных словах но или гипотетически предположить что все капилляры открыты и пульс на всю то тогда ты получаешь вот здесь ограничение вот здесь уже все тахометр лежит вот и все это важный момент и теперь есть смысл сравнивать правильно то есть есть объем работы я делаю тремя принципиально разными способами равномерно ускоряясь и спринтуя вот табличка раз-два-три сумма 108 литров 101 литр 108 литров 1 пальву первенства разделили с тобой равномерная тренировка на анаэробном пороге и короткие спринты гликолиз чуть-чуть был ниже но разница не превышает пяти процентов почти внимание посчитана сама работа и посчитан кислородный долг целый час после упражнения почему они стал мерить дальше потому что после всех этих упражнений все мои показатели вернулись к дорабочему состоянию и не было оснований рассчитывать на что что я приду домой и меня начнет колбасить от какого-то повышенного обмена все я вернул все долги и дальше возникает вопрос как мне тренироваться чтобы сжечь больше энергии то есть вы можете потренироваться легко в зале и чтобы догнать того кроссфитера который упоролся вы просто приходите домой берете собачку два раза поднимаетесь и три круга вокруг дома и вы получаете ту же самую цифру все вывод простой сильно заморачиваться не нужно каким способом это делать нужно заморачиваться попал чего общего литража а общий литраж это только работа чтобы по возможности нивелировать селью серьезные вспышки аппетита серьезные вспышки аппетита вы должны тренироваться в тепле и вы должны тренироваться максимально близко к анаэробному порогу то есть как только стрессогенные занятия чуть выше вы начинаете чуть терпеть тут же блокируются пептиды голода это очень важно и вот здесь мы видим когда лыжник работал в классическом ходе у него мышцы рук работали в анаэробном режиме оттуда выливался лактат а мышцы ног работали в аэробном режиме и там потреблялся лактат а на чсс была просто цифра 170 и тут возникает вопрос это какой пульс а это пульс такой что руки работают в анаэробном режиме а ноги вы ровно внутри циологии участвовать мои коллеги будут об этом рассказывать понятия энерго стоимость дня и энергопотребление за день то есть это очень хорошо иллюстрируется например пример с автомобилем да то есть вот у нас двигатель он сгора сжигает энергию работу делает из выхлопной труды а отходы а прием пищи это заправка то есть возникает я сделаю ровно столько работы при прочих равно сколько было заправлено и поэтому энергетический дефицит в рамках нашего тела это значит я должен сделать чуть больше чем было заправлено почему потому что организм не живет в долгах вот я поприседал поприседал у меня гликоген например 10 молекул потратил 10 кровь износу я сейчас чуть фантазирую кровь износу утром должно быть 10 на месте но поел я только на 9 а у нее не может быть 9 он должен 10 мне положить потому что называется восстановление гомеостаза постоянства внутренней среды он будет искать решение внутри организма я же закрыл рот он найдет либо вытащит из правого бицепса правильно аминокислоту либо вытащит с пузо жирную кислоту и там превратит ее в гликоген там другими способами суть не в этом идея понятно дальше из 5 вопрос а я не хочу от бицепса отпускать аминокислоту ему качну я его покачал и все аминокислоты все сидят дома и поэтому пузо не остается ничего другого как а пусть отпустить жирную кислоту и погасить все дальше возникает вопрос вы в течение дня вы в течение дня примерно пять раз жиреете пять раз худеете это все зависит от того сколько было промежутков между приемами пищи сколько приемов пищи было когда я вам показывал если вы будете крутить 40 оборотов или 140 у вас вот этот диапазон будет мигрировать справа налево потому что мощность работы это расчетная единица и мощность работы можно получить как через частоту легкую правильно как через сильное нажатие очень редкая но это же рекрутирование совершенно разные это физиологии вообще разные сравнивать вообще нельзя поэтому ты смотришь аэробный порог пульс мощность 100 ты говоришь стоп 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 каденс какой каденс был получен здесь ну и так далее поэтому если ты поставишь мощность той скажешь крути 20 оборотов аэробного порога не будет ты из-за тяжелого нажатия будешь сюда рекрутировать гликолитические и у тебя лактата уже из ушей польется вот поэтому тут такой вопрос зыбкий и если с трудами силуянова знакомы вот ну там все написано это про чтобы не спешить вот так вот можно погрузиться и внимательно почитать там все это есть вот спасибо за вопрос все спасибо ребят хорошо поработали да приветствую всех значит зовут меня александр борис мирошников проректор до лицея кто не знает значит у нас все только кто группа учится есть и старая групп никого 100 4 есть да все молодцы молодцы я просто думал новый старики старики пришли нет уже сдали экзамен красавцы красавцы молодцы значит нас очень много это очень хорошо потому что этот семинар вы поймете что не делают когда народу мало сейчас сегодня будет очень прикольно значит наша основная задача хотя мы будем сегодня заниматься вы понимаете вы пришли сказать какая первопомощная хана мне нужно блин три по 8 3 по 15 бы узнать да на самом деле мы будем знать очень очень интересными вещами сейчас впереди но самое что мы должны запомнить чтобы я не забыл вам сказать сегодня нужно максимально тем более сегодня праздник какой-то да мы максимально должны провести весело сегодня день да то есть наша задача не максимально ржать слушать почему слышите вы брали начало уже нормально то есть веселиться смеяться хотя мы будем говорить о не веселой теме но я вам тысячу раз будут сегодня говорить о таком понятии как непрофессиональные спасатели что это такое вот это правильно это слушай слушайте непрофессиональные спасатели те люди кто такие непрофессиональные спасатели но те которые не работают в мчс не работают там в какой-то пожарке не работают в медицине не не военные понятно то есть те люди которые работают фитнес-клубе. Мы можем так назвать непрофессиональные спасатели. Как ни странно, ребят, я являюсь преподавателем мургувки БЖД и являюсь сертифицированным инструктором ЕФР американцев. Как ни странно, и мы вот ежегодно проходим обучение в МЧС, как ни странно, вся Россия читает этот курс для профессиональных спасателей. И вы уже наверняка, кто постарше, сто раз проходил этот курс. И Россия не делит на непрофессиональных спасателей и на профессиональных спасателей. Вот образец, чтобы вы сразу понимали, о чем я говорю. Когда вы заходите в московский МЧС, висит плакат, я его забываю сфоткать, вот как-нибудь в октябре у меня опять обучение, обязательно сфоткаю, буду выводить. Висит большой плакат. Если человек начинает тонуть, подплывите и загасите его. Все понимают, почему? Человек начинает хвататься, и он вас утащит. То есть, как зовут? Наташа, ты меня опять получил. Вот представляете, Наташа гуляет по бортику бассейна, фитнес-клуб. И Паша начинает тонуть. То есть, начитавшись плаката, Наташа обязана, правильно? Поплыть, уклончик, правильно? И двоечку там в челюсть. И Паша должен... Ну так? Ну так че? То есть, уже не совпадение. Как Наташа загасит Пашу? Что интересно, когда я там единоборцам читаю в фитнес-клубе, они говорят, ну и мы-то в воде особо не загасим. Мы же привыкли бить. Нога должна стоять на земле, да? Ты должен представить, что ты промахиваешься, в нос попадаешь, кровь из носа, да? А в этот момент клуб ведут, показывают, да? Вот это наш бассейн. И Паша, например, Паша спасает, да, бьет, промахивает, кровище, он еще... Ну вот смех хреновый. Он классный, но хреновый. Таких вещей очень много я буду показывать, поэтому я вам буду читать курс, так никто не читает. Я буду читать на стыке двух курсов. Я буду вам читать, как говорит МЧС и как говорят американцы, которые читают курс для непрофессиональных спасателей ФРовской школы. Поэтому иногда МЧС лучше, иногда и ФР лучше. То есть будем вот каждый раз делать сравнительный некий анализ и для себя делать какие-то выводы, где, в какой ситуации принимать либо это учение, либо это учение. Мышцы восстанавливаются, а вот клетки мозга и сердца не восстанавливаются. Можно ли его вернуть или останется ли он не инвалидом? А почему? Как только одна часть какая-то отомрет в голове, правильно? А допустим, эта часть будет ответственна за двигательный нейрон, то человек будет всегда лежать, смотреть на тебя, разговаривать, но ходить никогда не сможет. Или наоборот, у него, например, сенсорная часть отмерла, он может ходить, а расстояние не может подобрать. Он каждый раз не может анализировать расстояние, потому что часть мертва. То есть становится инвалид. Мы можем ускорить процесс выздоровления. А и от нас будет зависеть, будет ли он нетрудоспособен или нет. То есть чем быстрее мы начнем процесс реанимации, тем вероятность человек выживет и останется не инвалидом, растет в геометрической прогрессии. И процент там хороший, ребят, то есть там чуть ли 10-15, по-моему, процентов уже, если вовремя начинаются какие-то реанимационные действия, о которых мы сегодня поговорим, как раз достаточно хорошие. В России 100% непрофессиональный спасатель окажется в суде. В России как-то трактуется закон доброго самбрисянина. Он гласит так, что медик не имеет права отказаться от оказания первой доброчебной помощи. Медик, в отличие от нас, не может сказать мне страшно, я побежал. А медик обязан хотя бы делать вид, что он что-то делает. Я был несколько раз в ВЧС, и бабушка там педиатр, там 50 лет, она просто испугалась и надувала тонометр. То есть надувала, спускала, надувала, спускала, надувала, спускала. Ну, есть спроси, вы оказывали помню? Конечно. Что вы делали? Надувала тонометр. Ну, она правда испугалась. Просто ситуация была, инсульт достали из бассейна человека в фитнес-клубе. И она правда испугалась. Но вы должны понять, что медик делает СЛР, сердечно-легочную реанимацию, на втором курсе института. Там два, три, четыре раза. А прошло 40 лет. Правильно? Ну, 40 лет с того прошло, ей 50, условно там, ну не знаю сколько, прошло 25-35. Понятно, что она понятия не имеет, как это СЛР делать и что с этим вообще ситуация происходит. Но юридические медики защищены. Часто встает кто-нибудь из студентов и говорит, ну, я тогда не буду оказывать. А я к тому всегда говорю, а есть ли родственники? Он говорит, ну, тогда буду. Ну, тогда надо учить. Ради этого хотя бы. Поэтому пока, пока, ребят, почему я говорю пока. В конце 2018 года СМИ опубликовало интересное сообщение, что в 2019 году дефибрилляторы такая же, я потом чуть покажу, вот, будут доступны везде в России, в местах массового скопления. Это о чем говорит? Ну, представляете, если вам дают дефибриллятор, у ШСЛР вам разрешат сто процентов делать. Это значит, что Россия принят в закон доброго собрания. Итак, в большинстве случаев СЛР, проведенная нами, непрофессиональными спасателями, также эффективна, как и СЛР, проведенная медицинскими работниками. Единственный медик, который делает ежедневно, это врач скорой помощи, который, ну, периодически этим занимается. Остальной медик, там, да, стоматолог. Вот стоматолог сколько раз делает СЛР? Ну, нисколько. Правильно? Нисколько. Единственный способ выяснить, работает ли СЛР, это делать СЛР. Первый путь – дыхание нет. Второй путь – дыхание есть. Слышите, ребят, всего два пути у нас. Либо есть дыхание, либо нет. Итак, если дыхание нет, в сторону стрелочку давайте нарисуем, и здесь будет С. Американцы пишут circulation, chest compression, а мы напишем СЛР. Правильно? С-Л-Р. То есть, если дыхания нет, то СЛР. Пам, по этому циклу дыхание не появляется. Точка Д – шепотом произносим, дефибрилляция. Но ни в коем случае, только знаем просто. Запрещено. Запрещено. В России даже медик не имеет права, например, спортивный медик не имеет права проводить дефибрилляцию. Дефибрилляцию имеет право проводить только команда скорой помощи, которой оборудована дефибриллятором. Все дефибрилляторы, которые находятся… Поэтому, представляете, когда происходит соревнование, обязаны вызвать скорую помощь, и она будет целый день стоять, ждать, пока отъедет какой-то спортсмен. Ни один врач не имеет права применять дефибрилляцию, кроме врачей, специально оборудованы дефибриллятором скорой помощи. Как только человек умирает, его кишка тонкая, толстая, увеличивается на метры. Почему? Потому что она рефлекторно была сжата в определенные данные. Метры сократились. Я сейчас могу собрать, у Ксении спросите. Была там, допустим, 8 метров, стало 12. То есть там метры прибавляются. Поэтому, как только человек перестал дышать, рефлекс мышечный просто обваливается, и язык западает в гортань. И полностью блокирует дыхательный путь. Это гигантская проблема. Второй вариант. Пистолет. Пистолетик, рука. Обняли подбородок. Взяли, обложили рукой подбородок. На лбу. Приподняли. Ноги надо бы собрать. Ребят, по фильму они просто вместе сводят. Я вас все-таки учу, ребят. Потому что она легкая, ее каждый дурак перевернет. А вот сейчас возьмем крупного парня. Поэтому для крупного лучше ноги забросить одну на другую. Сразу приучайтесь, неважно легкий или тяжелый, но чтобы модель была, чтобы когда будет тяжелая, быстро ногу на ногу забросить. Будет легче вращать. Теперь, нам было бы хорошо взять палку, да? Палку прикрепить вот так и с палкой развернуть. Ну, а мы с вами договорились, что у нас нет палки. А раз нет палки, палку должна заменить ее рука. Мы берем ее руку. Отрываем. Делаем из нее палку, то есть выпрямляем. Все видят? И забиваем под кость, под тазовую кость. Вот она готова к вращению. Забиваю туда, прям под кость. Садишься. Одна рука. Вот смотри, вот это положение, слушай меня внимательно. Она легкая, тебе пофигу. Но как только ты вот так вот ноги раскидала, ты всю силу потеряла. Поняла? То есть твои ноги, либо они стоят вот так, и ты плотно стоишь под силу. Либо ты стоишь с ума. Но плотно, ни в коем случае не заваливая ноги. Выбирай. Лучше на колени, то она легкая, ты можешь с коленой. Давай с ума. Хорошо, делай с ума. Поехали. И падай назад. И ты падаешь назад. Оп. Зачем надо разговаривать? Психологическую помощь не надо. Молодец. Тестировать клиента. Правильно? Вот зачем. Тестировать клиента. Тестистируешь. Поэтому разговаривать над как? Есть диалог, а есть монолог. Монолог это так. Петр Иванович, давайте расскажу. Я в третьем классе красную шапочку купила. Поль сошла. Скорая подъезжает, говорит, ну что там Петр Иванович? А ты говоришь, Петр Иванович, а он же холодный. А ты про красную шапочку сидела, ног на ногу и рассказывала ему. Мирошников разговаривать научил. А он же мертвый давно, умер минут 15 назад. Правильно? Поэтому как ты делаешь? Ты задаешь вопросы. Правильно? Петр Иванович, как вас зовут? Он говорит, Петр Иванович. Ты говоришь, хорошо. Болит? Болит. А сейчас? Скажи, ты что дурак? Это очень хорошая реакция. Петр Иванович говорит, ты что дурак задаешь вопросы? Ты что идиот? Это значит что? Живой? Значит все хорошо, еще ругается? Красавчик, правильно? Жить будет, скорее всего? А если он молчит, ты думаешь, что повнимательнее к нему уже поближе. И как только ты смотришь, он бам! Тут же проверка и пошли, пошли, пошли все, что мы научились. Понятно, ребят? То есть задаем, тестируем, тестируем, тестируем человека. Давайте я несколько слов расскажу о себе, чтобы все были спокойны, что вы в надежных руках. Я в фитнесе работаю уже более 15 лет. Начинала тренером групповых программ, потом была персональником, потом координатором всех департаментов, потом была фитнес-менеджером, фитнес-директором, фитнес-директором сетей. Сейчас я являюсь фитнес-директором одной из сетей. Соответственно, преподаю здесь курс продажи, маркетинг, личный бренд и сервис для персонального тренера. Люди сегодня хотят одного, завтра хотят другого, послезавтра хотят третьего. Понимаете? И если мы не превосходим их ожидания, то есть если мы хотим быть лучшими в своей нише, в своем рынке, и мы не думаем немножко на один шаг вперед, то если мы им предоставляем через день то, чего они хотели вчера, мы не соответствуем их ожиданиям. Чем больше типов людей вы умеете тренировать, тем вы круче, тем вы более конкурентоспособнее, тем вы более универсальны, тем быстрее вы находите себе клиентскую базу. Если вы хотите идти по узкой специализации, вы можете это делать, это ваш личный выбор. Но вы должны понимать, что у вас будут определенные трудности. На первых порах я рекомендую быть гибче, набрать базу, а потом, когда у вас база уже полная, и вы можете этого хочу, этого не хочу, этот меня там бесит, это приходит мне там душу изливает, потому что это правда, мы выбираем людей, которые нам нравятся, с которыми нам комфортно общаться, это правда, от этого никто никуда не уйдет. Но всегда нужно делать выбор. Если мы завоевали одного человека, он, как правило, приведет еще двоих-троих. А еще, если мы ему об этом напомним, если это у нас, как у тренеров персональных, или неважно, что вы продаете, кстати, вы можете себе это просто в этот пункт, как пункт технологии, внести в себе туда, в мозг. Когда я знакомлюсь с новым человеком, я у него всегда спрашиваю, а у вас есть друзья или подруги, или семья в нашем клубе, кто хотел был со мной потренироваться. Когда у людей есть фанаты, они статусные, они могут чего-то и не знать, но они могут при этом зарабатывать денег. Ну, финансовая независимость – это, в принципе, то же самое. У каждого звонка, у каждого нашего действия есть определенная задача. За 5-7 секунд объяснить, кто вы, зачем вы звоните. Все. Всегда нужно понимать, что, возможно, человек в душе, за рулем. Нужно ли запариваться над психологией? Нужно. Нужно понимать, что у вашего клиента. Потому что завтра воскресенье. Я липанула – не подумала. Завтра воскресенье. В понедельник перезвоню. Но да, я получила. Я получила, да? Да. И завтра я ей позвоню. У сотрудников, у всех людей, работающих с людьми, работающих, особенно в услуге, если нет как такового товара. Потому что, ну, материального товара и осязаемого товара. Если мы работаем вот с товаром неосязаемым, там 80% – это вот все, что добавляется к товару. 20% – сам товар и 80% – вот все сопутствующие действия. Как встретили, как проводили, что дали, что сказали, как посмотрели, какой был первый контакт. Если там что-то где-то теряется, все, ожидания начинают быть неудовлетворенными. Этот агрессор, я защитник, он приходит ко мне, он ищет защиты моей. То есть он ожидает, что я пойду сейчас и этого, ну, нагоняемо устрою. В треугольник нельзя вступать. Во-первых, в треугольник нельзя втягиваться. Это первое правило. Если вы поняли, что вас втянули в этот треугольник, нельзя выполнять ту роль, на которую вас тянут. Все, чтобы вы не сказали, что он делает неправильно, это будет косвенная агрессия. То есть если я говорю, что вот у этого человека неправильные вот такие-то действия, то есть я косвенно его принижаю. Ну, я агрессором становлюсь. То есть защищаю интересы коллектива, который на него нажаловался, и, в общем-то, то, чего они хотели, они того и добились. Да, но это дальше надо. Поэтому что мне нужно сделать? Я его вообще отодвигаю, как будто бы его нет. Беру ситуацию, например, там, я не знаю, ну вот, частая ситуация, есть такая форма взаимоотношений с тренерами, это аренда. Слышали? Да, да. Аренда, когда тренер платит аренду клубу, заходит в клуб и, как бы, набирает себе клиентов, сам с ними рассчитывается. Вот частая история, что координатор типа подгоняет клиентов тренером. Очень часто. Вот. Распределение неправильное. Неправильное, неэтичное. Тема неэтичного, тема несправедливости, она в общем. В обществе она очень такая животрепещущая, справедливая. Все хотят справедливости, и всю жизнь люди ищут справедливости. Да. Вот. Поэтому эта тема, она прям излюбленная, там, все время эти кланы, тренеры, одни против других, эти приближенные, неприближенные. Везде и просто в некоторых сетях сильнее. Да. Поэтому выходишь в коллективу, берешь ситуацию и разбираешь ее. И здесь будет работать система, ну вот, вы вычленили треугольник, этого отодвинули, кто там жертва, да, или кто там агрессор. Одного убрали, общаетесь с другим, тот второй молчит. И с ними дальше вы решаете по формуле конфликта. В чем проблема? Как будто бы это одно, один человек. В чем проблема? Что? Когда? Конкретно? Ребят, у нас сегодня с вами тема, которая звучит анализы, биохимические анализы в работе персонального тренера. Вообще, контроль как в фитнесе, так и в спорте. В смысле, нет, не так. Фитнес и тем более спорт высших достижений немыслим без контроля, в том числе лабораторного. Понятное дело, что биохимические анализы представляют из себя лишь часть сведений о исследуемом спортсмене. Но тем не менее, тесная связь определенных биохимических параметров с самыми основными метаболическими процессами в организме позволяет выявить определенные метаболические сдвиги, энергетический ресурс, гормональный фон, подтвердители опровергнуть предположение тренера о адекватности применяемых нагрузок. Мы с вами выявляем анемию, воспалительный процесс и состояние сосудистой стенки, систему свертывания крови. Мы можем выявить анемию, да? Да, вот анемию, воспалительный процесс и состояние сосудистой стенки или состояние свертываемости крови. В каждой лаборатории, в разных лабораториях, могут отличаться, во-первых, единицы измерений, во-вторых, реагенты разные. Поэтому смотрите референсные значения той лаборатории, где вы сдавали. Клинического анализа крови достаточно взять капиллярную кровь из пальца. Обычно детям ее и берут. Хотя, что вы сдаете клинически, что вы сдаете биохимически, лучше брать венозную кровь, потому что, когда берут из пальца, то часть кровяных клеток деформируется, образует микроскопические сгустки, и поэтому анализ становится не очень информативен. Поэтому для клинического и биохимического лучше сдавать венозную кровь. Выносливость. Вот выносливость человека зависит от двух параметров. Это локальный или периферический фактор, то есть это количество митохондрий в мышцах. А также есть центральный фактор, который зависит от, например, размера сердца, от общего количества крови. Так вот, если, например, у спортсмена с митохондриями все в порядке, а минутный объем крови ограничен, то есть как ему повысить выносливость? Либо увеличивать в объеме сердце, либо можно, например, увеличить количество эритроцитов. 20 миллилитров кислорода на 100 миллилитров крови, то есть 20 процентов. Это кислородная емкость крови. И в эритроците у нас с вами находится огромное количество молекул гемоглобина, около 250 миллионов. Сама молекула гемоглобина состоит из четырех скрученных полипептидных цепочек. Четвертичную структуру имеет. И в центре каждого шарика у нас находится пигмент гем. А в центре гема находится железо. В центре гема железо. И именно к этому железу присоединяется кислород. Получается, гемоглобин это такая белковая молекула. Таких белковых молекул в эритроците очень много, до около 250 миллионов. И в гемоглобине содержится пигмент гем. Вот он передает красный цвет крови. В центре гема железо, атом железа. К железу присоединяется кислород. Вот так вот. Гемолитическое от слова гемолиз, то есть разрушение эритроциты. Причины почему эритроциты разрушаются, как правило, это какие-то аутоиммунные заболевания. То есть что такое аутоиммунные? Это когда организм воспринимает собственные клетки, как какие-то чужеродные, и начинает их разрушать. Например, ревматоидный артрит. Организм воспринимает собственный хрящ, как чужеродный, и начинает его разрушать. Вырабатывает против него антитела. Или, например, склероз. Когда организм вырабатывает антитела против собственных милиновых оболочек нервов. Развивается склероз. Это может быть аутоиммунная, например, тиреоидит, когда разрушается щитовидная железа, поджелудочная железа. В общем, это сбой работы иммунной системы. И если произошел сбой в работе иммунной системы, то могут страдать эритроциты. То есть причиной гемолитической анемии, как правило, это аутоиммунные заболевания, это срыв иммунной системы, когда организм убивает собственные эритроциты. Дальше. Холестерин может быть повышен, если вы едите много жирной пищи или многоуглеводной пищи, которая превращается в жир и в холестерин. Такое может быть естественное. Далее стресс. Вообще в развитых странах, таких урбанистических, вообще стресс является причиной повышения уровня холестерина. Даже когда человека в стационар кладут куда-нибудь лечебницу, назначают ему высокое холестериновое питание, но без стресса, холестерин снижается. То есть стресс точно повышает холестерин. Диабет, заболевания печени, гепатериоз, это когда люди точные, при алкоголизме, при беременности нарушается, ну, при беременности это нормальное, повышается уровень холестерина, прием контрацептивов может повышать холестерин, или, например, повреждение стенки сосудок. Если у вас повреждена стенка сосудов, например, какое-нибудь воспаление, то отложение там холестерина – это защитная реакция. Как бы холестерин залечивает место повреждения. Вот. То есть вот это вот причина, у которой могут быть повышения общего холестерина. Катаболизм – это образование простых веществ из сложных, когда сложные разрушаются до простых. А анаболизм – это образование сложных из простых веществ. Но это либо инфаркт, либо микротравма. Вообще, если вы не определите какой-то изофермент, вам врач может сказать, у вас инфаркт был 15 минут назад. Вот для этого используется электрофорез. Электрофорез, чтобы понять, какая это за форма – сердечная или мышечная. Но это не обязательно. Понятное дело, что у нас не инфаркт, а микротравма мышц. Вот. И запишите себе, что креатинфосфокиназа – это самый лучший маркер микротравм. Микротравм. Вот если хотите оценить микротравмы мышечных волокон, используйте этот маркер. Испорьте его и используют. Как пришел функциональный тренинг? Я химичил очень мало. Да, это каминалок, я признаюсь. Химичил. Но очень мало это меня оправдывает. И поэтому проигрывал. Я становился вторым. На России, на Москве, на Питере. Вторым. Там второй, тут второй. Третий, пятый, седьмой, двенадцатый. Было все. Но чаще вторым. Потому что не хватало мяса. Но! К счастью, в 99-м году Международная федерация бодибилдинга и фитнеса ввела категорию мужской фитнес, где помимо фигуры и мышечной массы нужно было на сцене продемонстрировать произвольную программу, где и показать пластику, динамику, гибкость, взрывную силу, возможно. И некоторые даже показывали акробатику. Но я с акробатикой не очень. Я брал танцами. Потому как я и танцами еще занимался. Но танцами занимался только для того, чтобы лучше позировать на сцене. Лучше демонстрировать позы. Но это переросло в последующем, в такое, как бы, и увлечение, и хобби, и даже немножечко работу. Я выступал с коллективом. Сначала это был танцевальный коллектив, потом это было, называлось, мужское эротическое шоу. Да, мне стыдно в этом признаться. Хорошо, если в день не зарабатываешь. Ну да. Любой труд цель. Вставай. Сделай так. Нет, это называлось, да, мужское эротическое шоу, но в народе называлось стриптиз. То есть, мужики, которые ходили качаться, стучать грушу, потом репетировали какие-то движения. Обычно это было так. Жестко, мощно, вот такие мы крутые. Но все равно это называлось стриптиз. То есть, молодость была буйная, но детям рассказать нечего. И немножечко стыдно перед вами. Вот еще точность есть. Мне нравится тоже в кроссфит есть вот эта точность. Когда вы сделали миллион движений, ваше тело их помнит. И когда мяч летит туда, вы его берете спокойно. Вот вы наверняка работали с людьми, которые не занимались спортом в детстве. И они очень сильно отличаются от тех, кто занимался когда-либо чем-либо. У них вот эти вот навыки моторные остаются. Да. И когда вот мячик летит, он вот так его хватает. Или боится. Ну да, он даже в лифт не может зайти. Иногда вот нормально. Всегда какие-то проблемы вызывает. И как раз когда вот эти люди, которые к вам приходят, неуклюжие, неуверенные, когда вы начинаете с ними заниматься балансом, координацией, они раскрепощаются, они становятся, по сути, другими людьми. То есть у них меняется внешний облик. И они себя чувствуют по-другому. Да? То есть вот если вам надо поднять штамгу над головой, то вот здесь она держаться не будет. А если у вас достаточно мобильности, чтобы открыть плечи и удержать ее на углах, то вы можете держать сколько угодно. Понимаете? Вот, собственно, для чего это и нужно. Вот у вас есть задача, и вам вот эта вот гибкость необходима. Если ее не хватает, даже просто для жизни, ее нужно развивать. Пожалуйста. То есть зависит от интенсивности. Если вы вложились полностью, все волокна включили, и сделали это с максимальным усилием, то это максимум там 10-15 секунд. Все. Дальше не вывозишь. Уже все интенсивно снижается. Вес придется снижать. Вот она работа. Как часто для того, чтобы силу-то развить? И сколько таких приемов и усилий надо делать? По науке это не я придумал. Скажите мне. 3-4. 3-4 чего? Подходы. 5-6 подходов. 5-6 подходов. 5-6 подходов. Окей. 5-6. Подходов. Как часто? Перерывом 2-3 минуты. Окей. Отдых здесь надо поставить обязательно, чтобы этот креатинфосфат восстановить. 3-5 минут. То есть вот у вас нагрузка и время. Интенсивность и время. Время работы. Высокая интенсивность. Высокая нагрузка. Что значит здесь? Вот этих подходов должно быть 5-6. Иногда больше, если подготовка лучше. Или меньше, если вы не подготовлены. Ваш подопечный. Чайник. Дрова. Подснежник. Грибцы могут работать час-два. Они к этому привыкли. Они всю жизнь этим занимаются. Но я умру сразу. Минута максимум. Я к этому не готов. И тем более люди возрастные. Люди, которые не занимались раньше. Они достаточностью не готовы. Делать так, чтобы они умирали на тренировке, ни в коем случае нельзя. Открылись. И закрылись. Другая нога. Открылись. Растягиваем грудные. Верх спины. Разгибатели. Если 10 секунд, ты будешь делать больше. Это не развивает силу. Это неплохо для тонуса. Это хорошо для прокачки, для объема, для выносливости. Локальной. Но это не даст силу. И вы толкаете, 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 пытаетесь сдвинуть. Сдвигай. Сдвинь меня. Сдвинь. Сдвинь меня. Да, только рукой. Не плечом. Да, плеча не касаешься. Двигай. Двигай. Мощнее. 5. Еще сильнее можешь. Три. Три. Два. Давай, 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 давай. Вот. И. Супер. Сейчас уперлась. Вот об этом речь. В столетии кто делает? Ты можешь. Давай. Я. Сколько раз сделаешь? Да, судороги. Судороги даже уже начались. Вот как раз эти 5, 7, 8 повторений. Это силовая работа. Вам не нужно штангу делать. Вам достаточно будет этих пистолетов. Три подхода за эту тренировку. Есть. Иди попробуй. 5, 7. Есть. Оно. Все, другую. Парни. Не завидуй. Да? Не пизгей. Хорошо. Следим за углами. Следим за углами вашего подопечного. Стопа. Колено. Таз. Позвоночник. Голова. С силой понятно? Да. Да. По методике. Сколько раз? Это мы чуть позже, да, разберем. По упражнениям. Давайте попробуем еще, например, для мужиков сделать отжимания на одной руке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!